Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я провожу этот прямой эфир, чтобы откомментировать предстоящие дебаты завтра с Ермухаммедом Иртезбаевым. Завтра в 17.00, в пятницу, по времени Алматы, состоятся дебаты. Но мы все прекрасно понимаем, это восприятие будет людей как некие, не просто дебаты, а именно некий политический бой. Как любой бой, каждая сторона должна быть представлена. Я себя не буду представлять, потому что я регулярно выхожу в эфире. И, наверное, достаточно забить в гугл мое имя, и вы получите там десятки и сотни тысяч самых разных материалов. Поэтому я хотел бы как бы представить противную сторону Ермухаммеда Иртезбаева. Потому что он уже давно уехал из Казахстана и не участвует никоим образом прямо в различных политических акциях со стороны власти. Но, тем не менее, он, скажем, широко известен, но в очень узких кругах. Поэтому я хочу представить человека, которого в свое время журналисты окрестили Соловьем Назарбаева, Соловьем Режима Назарбаева. Я должен пояснить, почему я вышел на эти дебаты. И перед этими дебатами я сначала хотел бы откомментировать, кто будет со стороны власти представляться на этих дебатах. Если зайти на Википедию, то можно прочитать, что Иртезбаева политический деятель, был 12 лет советником Назарбаева, был министром информации, ну и всего прочего. Там куча у него орденов. Потом он с 13-го года был послом, черечайным послом в Грузии. Затем был послом в Белоруссии. И вот совсем недавно, как пишут в СМИ, ему осталось 2 месяца до работы, до пенсионного возраста. Его отозвали в Казахстан. И не успел он приехать в Казахстан, Иртезбаев начал массированно позиционироваться в прессе. Ну, собственно, в старой роли, в старой роли певца режима Насултана Назарбаева. Буквально на прошлой неделе вышла серия публикаций так называемых гос.СМИ, информбюро и все прочее. Там везде его цитировали. И он, по сути, говорит те же самые слова, которые говорил всегда. Ну, проповедует режим, хвалит Назарбаева, Такаева и все прочее. И объясняет, почему режим Назарбаева такой хороший. Лучше, чем, например, режим Лукашенко, который, оказывается, заставляет людей работать. А Назарбаев уговаривает. Вот, оказывается, в чем разница. Ну, и много всего прочего. Я хотел бы свою позицию изложить по поводу Иртезбаева. Ну, он считается в общественном сознании, если он вышел со мной на дебаты, как представитель режима, как бы мой противник. Я сразу скажу, что он не является противником моим личным. Никаким, абсолютно. И хотя там написано в Википедии, что это политический деятель, министр, ну, в западном понимании министр, это, конечно, автоматом уже политическая фигура, политический деятель. В нашей системе, в диктаторских режимах, ни один министр не является политиком. Политиком не является и даже президент Такаев. Политик – это тот человек, который проводит самостоятельную линию, самостоятельную позицию, озвучивает свою позицию, не опасаясь за то, что его посадят в тюрьму, репрессируют. Он продвигает свою политическую платформу. Он, в конце концов, является членом партии, активным и действует по убеждению. Нынешние люди, начиная с Такаева, премьер-министра, министров, Акимов, или даже вот некого моего оппонента в лице Ярмурата Бапей, трудно назвать политиками, потому что у них нет собственного мнения. Они, по сути дела, поставлены для того, чтобы проводить курс Назарбаева. Каждый из них только воспевает режим, воспевает Назарбаева. Их работа заключается не в проведении определенной политической линии самостоятельно, по убеждению, а именно проведении той линии, которую им навязывает, приказал тот, кто на самом деле считается политиком, реально политик. Вот Назарбаева я воспринимаю как политик, потому что он реально контролирует власть, он продвигает свою линию, пусть она поганая, пусть она фактически обманывает народ. Но это линия, линия на грабеж своей страны, линия на обман, линия на лицемерие, линия на фальсификацию, на провокацию и все прочее. Это линия, какая бы она ни была, у Гитлера тоже была, скажем, человеконенавистическая линия, политика, но это политика была. И он как политик в итоге потерпел крах. Поэтому в нашей стране, если говорить о представителях власти, они все не являются политиками, они являются слугами одного человека, Нурсултана Назарбаева, который контролирует полную власть в нашей стране на всех ее уровнях. Поэтому завтра передо мной будет не политик, который в Википедии описан как политик, а он представитель режима со статусом Акына. Акын режима, певец режима. Будущий бывший министр, бывший советник Назарбаева, червячайный посол Белоруссии и Грузии, но человек не политик, это Акын. Меня, конечно, многие спросят, а почему же ты пошел на дебаты? Я хотел бы озвучить тему дебатов, тему дебатов, которую мы согласовали в рамках клуба Политон. Клуб Политон и у нас модератор Сергей Дуванов, известный журналист, сейчас он еще в сфере правозащиты работает, скажем так, по мышлению диссидент, он как модератор выступает, скажем, координатором этих дебатов между мной и Ермухаммедом Ертезбаевым. Так вот, тема следующая. Кем стал Назарбаев для Казахстана? Ну, вы понимаете, что Акын будет воспевать Назарбаева и тот режим, который построил Назарбаев за 30 лет. Что буду делать я? Я же его оппонент и известный оппонент, который стремится демонтировать этот политический режим, посадить в тюрьму Назарбаеву, и самое его ближайшее окружение, тех людей, которые нанесли колоссальный вред нашей стране, отбросили нашу страну далеко назад, отобрали наше будущее, съели наше время, съели нашу жизнь. Поэтому это вот в таком формате будет идти дискуссия, и чтобы вы понимали, я его воспринимаю не как политика, а как Акын режима, ну, как журналисты говорят, красноречивого режима. Поэтому, уважаемые друзья, вы можете завтра послушать аргументы этого певца режима, который будет, безусловно, использовать какие-то аргументы, пытаясь доказать, что Назарбаев это добро, и Казахстану повезло. Ну, я понимаю, что Ермухамед будет говорить, что, ну, слушайте, за Назарбаева проголосовало там 99%, что вот народ его назвал Елбасы, вот народ поддержал партию Нуратан, и вообще все великолепно. Вот что он будет говорить, мы это все прекрасно понимаем. И он будет опираться на те официальные данные, это поддельные бюллетени, фальшивые выборы. Он будет, закрыв глаза, говорить нам на белое-черное и на черное-белое наоборот. Вы все это прекрасно понимаете. Он же Акын. Но мне важно услышать ваше мнение, чтобы завтра, когда будет дискуссия, я мог сказать, а вы знаете, и вот я выступал в прямом эфире, и люди приводят такие аргументы. Вот кем стал Назарбаев для нашей страны? Светило ли? Счастье ли или нет? Поэтому, уважаемые друзья, я жду ваших комментариев в YouTube, Facebook, Instagram, везде. Время у нас есть еще. И еще завтра до 17 часов по Алматы вы можете изложить свою позицию. Я сразу хочу сказать, как человек, который добивается смены политического режима, прихода к власти, политического движения, демократический выбор Казахстана, и того, чтобы все те люди, которые нанесли колоссальный вред нашей стране, были привлечены к ответственности. Я сразу хочу озвучить еще раз свою позицию. Нам не нужно устраивать охоту за ведьмами. Мы должны привлечь к ответственности всех тех людей, которые прямо совершили жесточайшие преступления против своего народа. Я считаю, что мы должны двигаться вперед, не должны устраивать охоту за ведьмами. И я вижу, что этот список ключевых людей, которые нанесли страшный вред нашей стране, их около 200 человек. Сразу скажу, какой бы статус не был у Ирмухамеда Ертезбаева, я его не вижу в этом списке. Это Акын, которому Акыну ударят чапаны, какие-то другие блага, вешают ему звездочки, называют его послом, министром. Это, знаете, наши Акыны тоже им памятники ставили, дамбру отливали им из ценных металлов, там все прочее. История таких Акынов знает. Поэтому это обычный Акын, который поет песни режима. Я его так воспринимаю. Поэтому мне просто интересно, что скажет Акын, Акын как представитель противоположной страны о Назарбаеве, о его режиме. Собственно, вот для этих целей мы завтра проводим дебаты. Все, что я говорю, это не попытка принизить своего так называемого оппонента. Еще раз говорю, он не является оппонентом. Это просто голос, представитель, певец режима, в конце концов. Акын. Я хочу, чтобы мы завтра вместе поучаствовали в этой дискуссии. Она будет очень корректная, без оскорблений. Я никогда, никаких дебатах, не употребляю какие-то оскорбительные выражения. Поэтому все будет очень корректно. Это не бой на ринге, когда люди разбивают себе лица, тело и все прочее. Это будет словесная дискуссия. Я думаю, что если вдруг завтра режим отключит интернет, во что я не верю, то это можно быть только дополнительным подтверждением, что режим вдруг испугался. Испугался того, что противная сторона, то есть я использую настолько убедительные аргументы, что их представитель, певец Ерцбайя будет выглядеть, какой бы он не был красноречивый. Я знаю, что этот режим сейчас некую прокладочку сделал. Ну, Дуванов в своем объявлении написал, что это общественный деятель. Затем в комментариях написал, что ну да, он общественный деятель, но он на пенсии. Сейчас он не в строю. Вы должны понимать ясно, отчетливо, что это не так. Почему так Дуванов говорит, это его может быть позиции, я скажу свою. Итак, представляете, вот человек, который как бы на пенсии возвращается в Казахстан и тут массированно начинается трансляция его позиций. А я вам напоминаю, что это соловей режима. И он нахваливает Назарбаева и нахваливает режим, который построен, тоталитарный режим в нашей стране, который подавляет ваши права и свободы, где основная часть населения или бедные, или нищие. И вот этот человек возвращается и всю неделю массированно все средства массовой информации транслирует его мысли пенсионера. У нас есть в стране пенсионеры, которые вот так могут массированно вещать государственных средствах массовой информации. Они есть, да. Это кто? Пенсионер 79 лет и более Нурсултана Назарбаев который учит будущие в преклонном возрасте всю страну что нужно делать выращивать коров и все прочее. Другой пенсионер со статусом президента страны. Ну как вы понимаете наши пенсионеры не чета западным пенсионерам. Поэтому когда его представляет как Дуанов Иркозбаева пенсионерам вы должны понимать это пенсионер являющийся голосом пенсионеров Такаева пенсионера Назарбаева пенсионера тех людей которые реально имеют все полномочия имеют власть в нашей стране. поэтому вы понимаете что это оговорочка смешная что он пенсионер раз теперь Дуанов говорит что это общественный деятель я воспринимаю чтобы если бы этот человек продвигал какие-то идеи имеющие общественную полезность экологии образования по любым вопросам но трудно называть Яртезбаева общественным деятелем цель которого только одна нахваливать Назарбаева его режим и ставить под сомнение всех противников Назарбаева его режим что за общественный деятель это Ак-Ин это голос Назарбаева это голос этого режима со статусом пенсионера такая прокладочка если завтра Яртезбаев будет выглядеть плохо ну извините это было его частное мнение сказал ну сказал и сказал эксперимент что называется не удался вот поэтому я вам все эти хитросплетения открыто озвучиваю чтобы сэкономить время чтобы завтра Ярмухамед мне не сказал что вот я же просто скромный пенсионер я просто общественный деятель я заранее говорю позицию это не общественный деятель это пенсионер представляющий голоса пенсионеров Назарбаева Такаева Дореги и все прочее пусть он там не натягивает на себя масочку такую пенсионную вот мое отношение поэтому уважаемые друзья завтра мы поговорим с этим Ак-Ином я жду от вас комментариев еще раз тема кем стал Назарбаев для Казахстана кем стал Назарбаев для Казахстана певец будет его воспевать я прошу ваше мнение озвучить действительно ли он такой шикарный великий и без него нет нам жизни без Нурсултана Назарбаева до встречи в эфире завтра 17.00 объявление мы дали источники где будет транслироваться YouTube Facebook клуба Политон всего доброго до завтра до завтра Продолжение следует...